всем привет наконец-то вот заканчиваю с травой на участке возиться ну на этот раз не нужно было тена заготавливать игнаться за погодой поэтому косила уже так не спеша каждое утро по чуть-чуть ну а траву вы сами видели немного подвяливаю и часть мульчу часть тенаж но сегодня планирую продолжить порядкового древа для начала докладу то что есть под гаражом немного еще осталось ну а потом уже ее нужно брать и резать тот хлам который собрался посмотрите на улице пасмурно и холодно а пчелки летают собирают нехтар еще о здесь немного но все же не знаю как у вас а у меня самое сложное всегда это начать о инструмент дедов помнится дед кирпич делал помощью этой но из глины для печи еще целая а а не густо я думал будет побольше да и назвать древнеих тяжело половина из них вон трюхлявая самое место им в теплых градках пусть пока полежат а там будет видно что неизвестно какая зима будет ну что ревизия показала что по факту заготовленных дров месяца на четыре только есть это даже и половины нету с учетом текущего года что-то пить придется до середины мая ну что и идти доставать пилу и резать все что есть хотя пилу еще отремонтировать нужно помните я весной когда за доской ехал то оборвал шнур для заводки но я купил осталось только его примастись и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не захотела пила работать. Завелась, подринчала немного и заглохла. По свечу нальешь, заведется и глохнет сразу. Почитал на форумах, так пишут, что скорее всего из-за того, что стояла долго, карбюратор накрылся. Ну, придется с древни немного повременить. Отвез пилу в ремонт и придумал, чем заняться. Увидел в объявлении, что соковыжималка продавалась. Старая, советская, но еще работает. И всего лишь 10 долларов. Яблок насушил прилично, но сейчас еще и сока натискаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не думаю, что будет хорошо, потому что они подопреют, скорее всего. Я их сушу так не на 100%, они такие мягенькие, чтобы было приятно жевать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, кошка первым насобирал, попробуем, что получится. В принципе, еще на дереве осталось ничего отсыпалось. Но это ранние яблоки, они начали падать уже где-то через неделю после белого налива. Я думаю, летние. Кстати, траву не всю в компостной куче закладывал. Еще обложил вокруг яблоня где-то по метру толщиной сантиметров 15-20. Будет рыхлая земля под ней. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чувствуется приближение осени. Ближе к вечеру начинает быстро холодать. Кстати, яблочки довольно чистые. Ну, я имею в виду червивов практически не было. Штук 7-9 из всего ядра, что я перерезал. Хотя лет-то 15, как минимум, никто их не обрабатывал. Ну, скорее всего, я думаю, что это обусловно тем, что в лесу нахожусь. И этот вопрос регулируют птицы. Ну что, в принципе, все подготовительные работы сделаны. Можно приступать и к самому процессу. Что-то напряжения маловато. Ну вот, другое дело. Менял пробку. Скорее всего, плохая пропускная способность. Вчера или позавчера поменял пробку, потому что были старые. Эту автоматическую. Так что-то не хотел раскручиваться. Ну, сейчас дело пошло. Ну вот, из ведра получилось. Практически две миски. Ну, где-то литра полтора-два. Сейчас оценим, что это за сок. Ммм. Очень сладкий. Даже не надо сахара подсыпать. Вообще шикарно. Только что придется много повозиться и долго. Ну, в принципе, яблок еще вполне много. И дерма можно по третий. И второй еще такой же есть. И можно попробовать будет с других. Только сок получается такой, с мякотью. Не знаю, нужно будет либо процедить его. В принципе, нечем. Ну, либо собрать пену эту сверху. Посмотрю. Да, емкость у меня такой нету, чтобы готовить. Банок много. Ну, в принципе, кастрюля вот эта 4 литра. Как раз буду по две баночки за раз. Почему? Ну... Так. Ну... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, 10 баночек сока готово. Довольно неплохо получилось, но слишком долго, практически 3 дня над ними возился. Ну, соковыжималка-то нормально справляется, а вот сам процесс подготовки, да и варки. В первой партии получилось большое количество мякоти. Ну, изначально я не видел, а постояло, выпало в осадок. Уже потом приноровился, начал билкой собирать эту мякоть. Ну, и практически ее уже и не оставалось. Ну, все равно чуть-чуть оседает. Ну, а саму мякоть, чтобы не выбрасывать, я из нее закатал пюре. Ну, много не получилось, всего лишь 3 баночки. Хотя практически можно было из каждой партии 2 баночки закатывать. Вот, а больше не ставил, потому что уже и банки закончились. Ну, соковыжималка отработала свои вложения слегкой. Конечно, немного долго этот процесс затянулся. Нужно было понемногу забрасывать, чтобы она успевала откручивать и побольше работала в холостую. Тогда меньше мякоти попадало в сок. Ну, в принципе, можно было и скорить этот процесс. Это я уже потом придумал. Как говорится, хорошая мысля приходит после. Это можно было без барабана все делать в одну емкость. А потом нашел у деда такой пресс. Не знаю, для чего он его отделал, или сок отжимал, или, может быть, ващину. Ну, в любом случае, можно было оттиснуть без барабана вместе с мякоти, а потом через этот пресс отделить сок от самой мякоти. Получилось бы быстрее, но, в принципе, скорее всего, и не получилось намного быстрее, потому что в большой емкости варить у меня-то нет. А так получалось, пока в маленькой кастрюле варится на 2 банки. В это время я уже подготавливаю на следующую партию. И такой получился конвейер. Испытывать пресс буду уже в следующем сезоне. В принципе, сока хватит и 15 литров. Да и яблоки уже сладкие закончились. И так последнюю партию уже миксовалось такими с менее сладкими. Ну, а сейчас еще яблока осталось много. Хочу сделать яблочный уксус. Много делать не буду, так, литров 5-7. Но это ведро я так подготовил, просто меньше не нашел. Ну, к тому же оно будет бродить, нужно будет место, чтобы подняться. Да и не знаю, на сколько у меня еще яблок хватит сладких. Потому что с кислых дел от такого придется много сахара добавлять, а сильно не хочется. В принципе, уксус много где используется. А яблочный уксус это натуральный продукт. И как многие говорят, довольно полезный. И можно не только в салаты заправлять, там мясо мариновать. Но многие рекомендуют и так употреблять, там, утром вместе с водой пить. Или не знаю, как нужно еще посчитать будет. Говорят, вроде как, кислотность желудка поднимает. Ну, не знаю. Буду первый раз его делать. Попробуем, что из этого получится. Отбил ушада. Не знаю, выкарабкается ли. Она его довольно так сильно потерпала, но довольно такой еще резвый. Шаду в последнее время очень много начала их таскать. Вчера еще пару змеенышей поймала, птичек принесла, ну, штуки две. Если так дальше пойдет, то она всю популяцию птиц истребит. Потом точно черви поедят все яблоки. Продолжение следует... Продолжение следует...